Турецкий язык, урок номер 44, субъективная модальность, ривоет берлещик заманы, вторая часть. В первом уроке мы рассмотрели настоящее широкое время, а в этом уроке рассмотрим прошедшее и будущее время в субъективной модальности. В субъективной модальности прошедшее время может быть только на мышь, то есть услышанное прошедшее время, так как прошедшее время на д предусматривает то, что мы были свидетелем действия, и оно не может быть субъективным, поэтому этого времени в субъективной модальности просто нет. Рассмотрим услышанное прошедшее время на мышь в субъективной модальности. Эта форма очень редко используется и в современном турецком она больше подходит для выражения иронии, сарказма или передачи сплетен. Несмотря на то, что эта форма редко используется, в разговорной речи вы ее можете слышать, можно слышать ее в сериалах и на телевидении. Поэтому мы, даже если не будем использовать эту форму, мы должны все равно знать, что она примерно обозначает. Субъективная модальность у нас образуется таким способом. К корню глагола мы присоединяем сначала аффикс услышанного прошедшего времени мышь, а дальше присоединяем вспомогательный глагол имяк в виде имич, в виде субъективной модальности и потом личный аффикс. Просклоняем по лицам и по числам, например глагол отурмак и у нас получается отурмушмушум, отурмушмушсун, отурмушмуш, отурмушмушус, отурмушмушсунус и отурмушлармыш. Как всегда у нас в третьем лице множество числа, аффикс услар, иногда меняет место и сначала ставим аффикс услар, а потом уже аффикс субъективной модальности. Отрицательная форма, как всегда, ничего не меняется, кроме того, что мы добавляем отрицательную частицу маме и получаем отурмамышмушим, отурмамышмышсин, отурмамышмыш, отурмамышмышис, отурмамышмышсуныс и отурмамышлармыш. Вопросительная форма образуется таким образом, сначала мы глагол в услышанном прошедшем времени берем, например, отурмуш, потом вопросительная частица мы, ми, му, мю, после этого аффикс субъективной модальности, у нас еще здесь присоединяется соединительная частица е и после всего этого уже личный аффикс и мы таким образом получаем отурмушмуймушум, отурмушмуймушсун, отурмушмуймуш. И если в отрицательной вопросительной форме, то получаем отурмамышмуймышис, отурмамышмуймышсинес и отурмамышлармуймыш. Очень трудно для выговаривания на самом деле, очень длинные получаются слова и вот эта мышмыш повторяется два раза, но я вам скажу, что в вопросительной форме практически совсем не используется это время. То есть вопросительную форму как таковую нам даже можно и не рассматривать, потому что вы навряд ли где-то ее услышите. Теперь посмотрим примеры использования субъективной модальности. Например, Переводится как Переводится как Переводится как Переводится как То есть здесь у нас есть определенный сарказм. Например, есть человек, который рассказал какую-то небылицу, то есть мы все прекрасно понимаем, что это какой-то бред, неправильная, ложная информация, выдуманная информация. Но нам об этом кто-то сообщил и вроде сказал, как будто бы он это не по-настоящему говорил, а образно вот так сказал, но вообще если и надо, он бы и доказательства об этом нашел. Это все говорится саркастически, то есть здесь есть у нас определенный сарказм и мы говорим Он образно сказал, а то и доказательства об этом нашел. Или, например, такое следующее предложение у нас Оказывается, Аджун Илыджалы сделал предложение нашей соседке. Аджун Илыджалы это такой очень известный в Турции шоумен. И вот представим себе ситуацию, когда сидят бабушки на лавочке и одна из бабушек рассказывает новость, которую она где-то услышала, что Аджун Илыджалы сделал предложение выйти за него замуж у соседки из их дома. И вот если бабушка скажет, Аджун Илыджалы бирком шуму за эвлилик теклиф этмиш, это значит у нас, что другие бабулечки могут понять так, что она услышала эту новость от кого-то. И спросить, от кого ты услышала это? Когда же бабушка говорит, теклиф этмиш-миш, это обозначает, что она эту информацию получила не от кого-то конкретного, а вообще там через нескольких людей или где-то одним ухом услышала. То есть это вот одно такое значение. Второе же значение, когда используем вот в таком Аджун Илыджалы бирком шуму за эвлилик теклиф этмиш-миш, кроме оказывается, это можно сказать еще представляете, Аджун Илыджалы сделал предложение нашей соседке. То есть это определенная эмоция передается благодаря вот этому второму аффиксу мышь. Следующий пример. Переводится как «Представляете ли, оказывается, они еще даже не приступили к выполнению нашего заказа». То есть здесь передается эмоция какой-то там злости от того, что у человека есть такая информация, получил такую информацию о том, что они даже еще не приступили к выполнению нашего заказа. Переводится как «Девушка оказывается очень порядочная и таки никогда мне не изменяла». Ну, здесь ситуация такая, скажем, парень с девушкой, девушка гулящая изменяла и изменяла ему, об этом даже люди знают, но вот между ними случилось что-то, они расходятся, неважно. И он в разговоре с какими-то другими людьми в ироничной форме хочет сказать, что «Ох, оказывается, она такая порядочная». И вот для того, чтобы сказать, что вот она вот такая вот порядочная, то есть как бы именно подколотит этот момент, он говорит так «Кыз чок таму слуимушь, пенихич алдат помыщ мыщ юя». То есть «Девушка оказывается очень порядочная и таки никогда мне не изменяла». То есть на самом деле есть факт того, что все знают, что она изменяла и вот он с иронией об этом таким образом говорит. Возможно, немножко сложно понять это время, потому что в разных ситуациях оно передает разные ощущения, то есть разные эмоции. Иногда это бывает ирония, сарказм, иногда это бывает удивление, иногда это бывает наоборот злость какая-то или сплетня. То есть сплетничать тоже можно в таких мыш-мыш, потому что ты не хочешь точно человеку, если что, признаться, кто тебе сказал, а вот что ты где-то, где-то там слышал. Но вы можете еще сами посмотреть различные примеры в интернете, побольше примеров и тогда может быть лучше, легче будет усвоить вот это время. Следующее у нас время – это будущее время субъективной модальности, время на аджак. И оно используется для описания планируемых действий, о которых нам рассказывали или узнали с чьих-то слов, когда кто-то что-то планирует сделать. Такая информация еще может вызывать удивление или разочарование, если она связана с нами. То есть когда мы говорим в первом лице единственное множество числа, не важно, тогда это может выражать какое-то разочарование или удивление. Вообще, эта форма на аджак мышь зачастую, практически всегда и больше она используется именно для третьего лица, единственное множество числа. Но посмотрим, как она образуется, точно так же у нас есть корень глагола, потом аффикс будущего времени, аджак или эджек. На основании гармонии гласного мы его прикрепляем. Дальше идет у нас аффикс, это вспомогательный глагол иметь в субъективной модальности и миш или мышь-миш-муш-мюш, как аффикс. И личный аффикс. На примере глагола дурмак мы можем получить дураджак-мышим, дураджак-мыш-сын, дураджак-мыш, дураджак-мыш-ис, дураджак-мыш-сын-ис, дураджак-лар-мыш. Здесь опять у нас аффикс лар перескочил до аффикса субъективной модальности. В отрицательной форме мы добавляем отрицательную частицу маме и получаем дурмайаджак-мышим. Здесь еще добавляется между отрицательной частицей и аффиксом аджак, так как там между двумя гласами добавляется еще вспомогательная частица е. И получаем дурмайаджак-мышим, дурмайаджак-мыш-сын, дурмайаджак-мыш, дурмайаджак-мыш-ис, дурмайаджак-мыш-сын-ис, дурмайаджак-лар-мыш. Здесь вторая история. И вопросительная форма, глагол в будущем времени, дураджак, потом вопросительная частица, потом аффикс субъективной модальности. Между ними соединительная частица Е. Почему она здесь ставится? Потому что на самом деле у нас не просто аффикс мышь, а у нас еще там есть как бы буковка И, имич на самом деле. Поэтому здесь она ставится тоже соединительная буква Е и потом личный аффикс. И получаем дураджак мы мыщем, дураджак мы мышь сын, дураджак мы мышь, дурмая джак мы мышь из. И в отрицательной вопросительной форме добавляем еще отрицательную частицу и получаем Вопросительная форма в субъективной модальности для будущего времени используется, но так же, как я и говорил, зачастую это происходит для третьего лица. Посмотрим несколько примеров. Она собирается закончить курсы вождения через два месяца. Здесь можно добавить слово «оказывается» или «я словишал», «я узнал». То есть вы получили как бы информацию от кого-то и говорите «ИКИ АЙ СОНРА СЮРЮЩЮ КУРСУНУ БИТЕРЕЧЕКМИШЬ». Оказывается, она собирается закончить курсы вождения через два месяца. Или, например, «Ярдым джим теклифинезы хи сапламанызычин сезет тюм детайлови гендеречекмиш». Насколько я знаю, как раз исходит из этого аффикса субъективной модальности. То есть, насколько я знаю, это не точная информация, но насколько я знаю, мой помощник отправит вам все детали для расчета вашего предложения. То есть мы разговариваем, вы хотите сделать предложение, вам нужны детали какие-то от нас для того, чтобы вы могли составить это предложение. Я до этого уже разговаривал с моим помощником, который сказал «Да, я отправлю им все детали». И я поэтому говорю «Ярдым джим теклифинезы хи сапламанызычин сезет тюм детайлови гендеречекмиш». Насколько я знаю, мой помощник отправит вам все детали для расчета вашего предложения. Еще один пример. «Хавадан долай ярын матч япмэйджекмишис». «Похоже, из-за погоды мы не сыграем завтра матч». Вот смотрите, здесь для первого лица множественные числа. Здесь для «мы». И здесь такое как бы разочарование. Мы точно не знаем, но тогда как мы видим, что погода, например, плохая, сильный дождь, а мы собрались завтра играть в футбол или там делать, сыграть матч, мы понимаем, что, скорее всего, субъективность это, да, здесь, скорее всего, или похоже. Из-за погоды мы не сыграем завтра матч. И такое разочарование. «Хавадан долай ярын матч япмэйджекмишис». И последний пример. «Бундан сонра сезин ли окей ой нам яджекмиш». Он больше не собирается играть с вами в «окей». «Окей» это такая игра турецкая, играют несколько человек. И «бундан сонра» это переводится вот с этого момента как бы, да, вот. Но если еще раскрыть немножко это, то «бундан» из-за этого случая, то есть что-то произошло, и вот с этого момента, после того, как это произошло, какой-то случай, да, он больше не собирается играть с вами в «окей». И я говорю это как будто я услышал от него, от кого-то. Я передаю эту информацию, поэтому она субъективна. Поэтому мы добавляем здесь аффикс субъективной модальности «мэш». «Уннан сонра сезин ли окей ой нам яджекмиш». То есть как бы я слышал, что он больше не собирается играть с вами в эту игру «окей». Напоследок я хочу прочитать вам стих, где часто используется форма будущего времени в субъективной модальности. Для лучшего понимания использования этого времени. Это стих Орхангинджубая, который сам сочинял стихи и пел их в стиле арабески. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, для того, чтобы быть всегда в курсе новых видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, это мотивирует меня для того, чтобы делать дальше уроки. Делитесь видео, чтобы оно было полезным вашим друзьям. И также вы можете поддержать в развитии мой проект, ссылка будет в описании под видео. Спасибо всем за внимание, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok